Непростая ситуация на рынке управления многоквартирными домами сложилась в Щелковском районе. Разобраться и наметить программу действий было призвано расширенное совещание с участием руководства отрасли ЖКХ, госжилинспекции, МОСОБЛ ЕРЦ, ресурсоснабжающих организаций, Ассоциации Советов МКД. Как отметил зампредправительство Дмитрий Пестов, проблемы отражает рейтинг ГЖИ, где лучшая из работающих в районе УК занимает лишь 95 место. Сегодня, если смотреть на те управляющие компании, которые работают в Щелковском районе, то мы не можем сказать, что компания наилучшая. Количество их растет, а качество предоставляемых услуг у нас сегодня даже намного хуже. По информации министра ЖКХ Евгения Хромушина, общая задолженность района за газ и электричество 285 миллионов рублей. Среди УК должников лидеры «Новые технологии», «Эверест», «Профсервис», «Свердловская» и ряд других. Долги составляют по несколько десятков миллионов рублей. Руководители компаний попытались объяснить ситуацию, но в большинстве случаев неубедительно. Причина накопившихся долгов в том, что в прошлом году в районе наблюдалась активная миграция домов от одной УК к другой. За 17-й год изменения в реестр управления ГЖИ вносились по 142 домам. Вот жители и голосовали, квитанциями просто перестали платить. По одному дому за год пять раз менялась управляющая компания. Пять раз, но это вообще недопустимо. По 42 домам компания менялась три раза. По 90 домам менялась два раза управляющая компания. То есть, соответственно, это все непонятные все эти вещи ложатся на жителей, ложатся на ресурсников, которые не получают платежи. Еще одна проблема, которую зампред правительства поручил решить – обязательное вступление управляющих компаний в МОСОБЛГЕРЦ. Треть УК продолжает выставлять свои квитанции. Конечно, понятно, что сегодня хотелось бы, чтобы были договоры с МОСОБЛГЕРЦ, потому что та легитимная платежка, где мы понимаем, кому платить. А иногда приходит просто новая компания, и непонятно, легально она, нелегально она, на каком она основании и так далее. В целом, исправить ситуацию на рынке управления МКД в Щелковском районе руководители отрасли ЖКХ надеются за два месяца. Есть управляющие компании, которые, к сожалению, каким-то наносным образом здесь появляются. Мы сказали, что миграция идет, маятниковая такая управляющая компания, которая, конечно же, в ближайшее время прекратится. Я благодарен вам за это совещание, которое поставит все точки на дне. Спасибо. Договорились сделать дорожную карту, двухмесячный срок, распределить по предложению управдомов жителей, какие собрания по каким домам инициировать, для того, чтобы навести здесь порядок. Абсолютно все управляющие компании должны работать эффективно, открыто, честно и пользоваться доверием жителей. Привести текущую ситуацию в соответствие с этими требованиями призвано рейтингование управляющих организаций, механизм которого будет отработан уже в ближайшее время, и тоже с участием жителей. Рейтинг управляющих компаний станет действенным механизмом, с помощью которого неэффективные компании можно будет убрать с рынка. 2 апреля на портале Добродел стартует голосование за те параметры, которые будут входить в рейтинг. МинжКХ предложила оценивать количеством звезд. 4 звезды – это базовый уровень, 1 звезда, когда цена есть, а услуг нет, 5 звезд – это услуги, которые УК оказывает сверхстандарта. Управляющие компании, которые управляют 50% жилого фонда, должны иметь не менее 3 звезд. Мы проведем 2 недели голосования со 2 по 15, соберем его результаты, и после этого распоряжение министерства такой рейтинг утвердим. В разработке рейтинга активно принимали участие Советы многоквартирных домов нашей ассоциации, поэтому я думаю, что это будет общественный, понятный всем рейтинг.